начались холмы и горы там вон дальше горы зеленые смотрите какие и серпантины не знаю чего вообще красота там в том же везде вон горы как будто мы в крыму правда хотя это не крым краснодарский край водичка река внизу ведь какие города я вам горячий ключ не снимала потому что знаете какая река красивая прям горная не снимала потому что там стояли на перроне ничего не было видно с одной стороны стоял состав с другой никуда было не бежать ничего не снимать по дороге думаю немножечко снимаю уже подъезжаем почти нам осталось чуть больше часа два часа примерно до турбе это забыла куда видеть около двух часов и мы на море привет привет я же не постаровалась с вами в этом видео здоров мои хорошие вот такая красотища смотрите какие высокие горы высоченные просто такое чувство как будто мы правда где-то в крыму или в ливане на ливане поездов нету раньше были сейчас нет уже вылета 40 восьмого года мне рассказывал свекр он помню такая красотища и и деревья какие красивые деревья и сказка и и и и и и и покажу вам зелень потому что многие живут там где сейчас еще снег а здесь смотрите какая красотища все зеленое как же мужики хлопают достали солнышко выходи сейчас смотрели в новостях в топ всех дождик шоу сейчас наверно мы приедем уже распогодится красотища вообще сказка вундалька и речка да там вдалеке видны настоящие горы здорово такое чувство дух захватывает красиво как будто мы где-то не знаю даже сказать где как будто мы наверно в краснотарском крае очень красиво все зелененькое видите как мы с вами прыгнули от снега к листочкам цветочкам и зеленым горам и море все цветет вообще красота сказка все такое обновленное новое везде зелененькие деревца все листочки молоденькие молоденькие красиво милушка да распоглаживает спотфайль да распоглаживает спотфайль Деревья такие высокие, очень красивые, прозрачные, все как паутиночка, потому что листва еще молодая, они такие, очень классные, и реква рядом. Я что-то поела, сейчас рыбки, картошечки легла, думаю, полежу секундочку, и чувствую, сейчас захраплю, думаю, мне нифига, не надо спать, потому что если сейчас я усну, то всю ночь опять буду гулять, ну не хочу, хочу ночью спать. Пойдем в эту сторону, посмотрим, что там, может там красивее, тут дома, смотрите, какая красота, ушла сюда, а там еще тоже красивее стало, смотрите, здесь коровские, и все, прям Швейцария реально, видите, какая красотища, вообще все такое, там вон коров сколько, сейчас покажу, реально, Швейцария отдыхает, все такое зелененькое, все такое цивильное, очень красивое, мои любимое, все светело, полные поля одуванчиков, и каких-то других желтеньких цветочков, не знаю, как они называются, и горы, и высоченные, и зеленые горы, и цветут, смотрите, деревья, все обалденно, очень красиво, тут такое чувство, правда, что я в Ливане, в Ливане, когда едешь, там вот такие горы, когда едешь на машине куда-нибудь в Швеа, я вам рассказывала, Швеа, это такой район в горах, там у бывшего моего мужа, семьи, ну как дачный домик, или как это называется, ну там этот домик четырехэтажный, огромный, как у нас, как зажиточные дома, а мы, как всей семьи, и там все приезжают, и свекра, брат, и свекра, сестры, в общем, семьи Веревкиных, то есть Хабли, там весь бомон собирается в этом доме огромном, у каждого своя спальня, у каждого свое место, ну и они договариваются, когда какие-то там у них праздники, или родители помянуть, или еще что-то, или какие-то мусульманские праздники, они все собираются в этом огромном доме, всей семьей, такие традиции у них. И вот, и вот похожие места, в общем, так что у меня ассоциативно так удоражит впечатление. Ну я ездила много раз, а вот именно сюда не ездила, в Туапсе не ездила, ездила в Краснодарский край, но туда вот, где Ейск, туда в ту сторону, сюда не ездила просто, вот. А здесь совершенно другая уже природа, хотя один и тот же, казалось бы, Краснодарский край, но он, видите, какой многообразный, очень красивый, правда, я уже устала говорить это слово, и скажу еще сто раз, что обалденно. Сказка, сколько деревьев, я даже не знаю их названий всех. Вон там посмотрим теперь, посмотрим, там это смотрим. Да, тут вот река с этой стороны, и небо, и все такое тоже. Смотрите, сколько цветет всего. Река. Красотища просто. Реально сказка. И там вон горы, и туда далеко. Вот возле Ейска, в Краснодарском крае, нет гор, там все равнина, понимаете? А здесь именно холмистая, такая холмистая местность, возле Туапсе. Здесь совсем по-другому. Да, возле Краснодара, между Краснодаром и Туапсе, такая природа другая совсем. А вот куда я в Ейске ездила всегда летом, и когда уже взрослая, недавно совсем ездила. Даже вот с юбкой ездили. Там совсем другая природа. Но тоже прекрасно по-своему. Краснодарский край прекрасен. Едьте все сюда отдыхать. Это не реклама, мои родные. Мне за это никто не платит. Просто реально здесь очень красиво. И погода, и природа, и все-все-все очень радует. А как пахнет! Я выходила на улицу, но не снимала, потому что, ну, нечего снимать. Там вагон, тут вагон стоит. А запах вот этих цветущих деревьев это просто обалдает в воздухе. Очень классно. Все молода природа. Там какие-то цветочки были, как каштаны внизу. Там яблонь-то, что ли, цветет. С листочками. Еще есть деревца, которые только-только начинают листочки распускать. А есть, которые уже все распустили, уже зелененькие. Вон там горы какие-то вдалеке. Вот тут кто-то живет. Ой, засла, смотрите, вон домик там. Вот тут целый городок. Городок! Как передать? Может, база отдыха? Может, база отдыха? Не знаю. Касала вам немножко горы. Так что по дороге потихонечку делюсь. Люблю вас. Едем дальше.